Шутка, а не злой умысел. Житель Шумкента Геннадий Цой, который неудачно пошутил про взлом базы данных популярного банка страны, записал видео. Молодой человек объяснил, как создавалась шутка при помощи фотошопа. Парень создал липовую рассылку о своем задержании. Он якобы хакнул сервер Каспи-банка и перечислил на свой счет больше миллиарда тенге. И теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. К рассылке парень прикрепил фото своего удостоверения личности. Фейк стали активно распространять в мессенджерах. Рассылка оказалась неудачной шуткой. Житель Шумкента уверяет, что создал свое сообщение ради смеха для семейного чата. Но рассылка неожиданно взорвала сеть. «Нахожусь дома в панике. Я сидел на работе и решил в программе фотошоп сделать такую фотографию. Отправил в чат своей семье, там, где родные, тети и дяди. Посмеялись, я удалил и все на этом. Позже отправил другу, хотел разыграть. Он поклялся, что никому не пересылал. Сегодня вечером мне начали звонить и писать, что все знают. Я всех обзвонил в семейном чате, не понимаю, кто разослал». В департаменте полиции подтвердили рассылка фейк. За помощью к сотрудникам полиции руководство Каспи-банка не обращалось. Сообщение о хакере оказалось шуткой. Любителя розыгрыша могут наказать. «28 октября текущего года в отношении сотрудников банка и его клиентов никакого противоправного действия не было зарегистрировано по городу Шумбент. Полиция департамента проведена тщательная проверка. По поводу рассылки проводится проверка». Редактор субтитров А.Семкин